Ну, продолжаем. Привет, Гоги. А, и сам кринж, да. Особенно у Интела. Интел ерундой занимается, да? Ну, как ерундой, он занимается заработком денег. А когда тебе для каждого нового процессора нужен новый сокет, то ты, значит, идешь покупать новую материнцу. Реотературу. Кто сейчас так проходит? Я уже не помню, это старый какой-то уже. Готик. Там у них жесть полная вообще. Ты их запомнишь все. А, точно, он еще есть в V2. Это вообще, блядь, я... Я так с этого, конечно, подгорел. Мало того, что каждый раз новый сокет, так еще и есть сокет с одним и тем же названием, но V2. Нежавтра. Просто ужас. Вот у меня сокет 1700, вроде бы. Я не уверен, они в четырнадцатом, ой, в тринадцатом поколении, они опять, ну, наверное, они опять новые сокеты. Я не помню, он уже в продаже новый или нет еще. Но когда я покупал, это был самый свежий. По-моему, они новые, то ли уже вышел, то ли только анонсированные. Ну, типа, последовательное поколение тебе откроет. Ну, короче, да, Intel зарабатывает деньги. В душе нет. Спасибо. Капитализм. О, нет, вообще. Знаешь, это очень странная ситуация. Но реально почти никогда нет смысла выкупать топовый процессор для старых сокетов, потому что он почему-то все еще дорого стоит. То есть уж лучше там доплатить, пусть там в полтора раза больше, но на современный купить, который будет примерно раз в пять быстрее, наверное. А может быть даже если ты, смотри, если даже брать именно такой же по производительности, как вот тот i7-7700, то тогда тебе, ну ты можешь взять современный какой-нибудь, наверное, i3, и он, наверное, будет такой же по скорости, ну или i5, так что он может быть чуть-чуть не дешевле получится. Ну, да, такие процессоры надо брать в основном только когда они актуальны, потому что тогда имеет смысл за них немного заплатить. Ну, при условии, конечно, что тебе нужна такая мощь. Как правило, для игр i7 не особо нужен. Ну, только если ты не в 4К играешь. Предпредка. Ну, я думаю, что i3, а, кстати, реально 13-го поколения, да, уже есть. Ну, я думаю, что топовый i3-13-го поколения будет хорошую игру вполне. Ну, по крайней мере, в Full HD разрешение 100%. 2К уже не знаю. Ну, на каких-то настройках точно будет отличный, но на 7-го, наверное, не выкинет уже. Ну, как бы, если i5 брать, то i5 уже все для игр точно не пил. Больше, по-моему, вообще не надо. Я себя брал для работы, и он оправдывает себя. Типа, вот у меня сейчас на работе, как бы, есть, ну, там, проект, типа, да, в котором я работаю. И он у меня собирается 15 секунд. Я такой, вначале, когда это увидел, думаю, что так долго, что у меня такой днище комп, что ли, вроде же, свежий, да? Какого хрена у меня 15 секунд компилируется проект. А потом я попробовал на ноутбуке на своем скомпилировать. По-моему, что-то вроде 5 минут. Так что я понял, что все-таки i7 матч. Ну, i9 это, это i9. До игр, ну, соответственно, это... Даже до игр в 4К, по-моему, он абсолютно не нужен. Ну, я не ручаюсь, как бы, да, и с вами не прям 100%. Я сейчас так глубоко прям не слежу и не анализировал. Но, по-моему, i9 до игр не нужен вообще. В любом разрешении. Насколько я понимаю. Это только для работы, для рендеринга. Ну, для чего-нибудь вот, ну, такого. То, короче, до игр вообще не нужен. Даже в 4К. Не, я говорю, по-моему, i9 даже до игр в 4К разрешение. Все равно, по-моему, и здесь. Я думаю, что i7 это просто высший ключ. Современный. Единственное, да, как бы, есть, смотри, такой нюанс. То есть, что, как бы, я это говорю, это я имею в виду сейчас. Но, если ты комп берешь, типа, с запасом на 10 лет, там, да, То, конечно же, уже в какой-то момент, ну, уже, как бы, И для игр нужен будет тот i9, который ты сейчас возьмешь, да. Типа, через 5, там, лет, через 6. И, может, его уже не хватает будет со временем. Или максималка, да. Ну, ты понимаешь, короче. Если именно на перспективу брать, вот такую, на далекую, То есть, на много лет, то, То тогда, конечно, имеет смысл i9, блять. В смысле, это, это, это самый нестабильный, полностью прыжок. Это самый сложный прыжок на этом селе, он лютый. Это паштет, я тратаю. Ну, очевидно, что я это неправильно делаю, раз, Хотя, на спидране получается. А у меня, как бы, нет. Нестабильно. Ну, я вчера просто там учился, я не смог стабилизировать. Я, как бы, подбирал там, что-то игрокату, прям внимательно рассматривался, Чего только не делал. И разные ориентиры пробовал, Ну, просто все, все переколывал. По-разному прыгать пытался. Ничего не помогает. Ну, я так не умею. А как-то нет. А я не знаю, как-то, 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 что-то видишь, что неправильно. Когда гейм умер на экране, я вижу, что я неправильно прыгнул. А что вот так? Я вот так умер. Я же не могу до смерти определить, правильно я лечу или нет. Конечно, огромные бэки. Ну, ты сам не чувствуешь? Ну, я не знаю, как-то, да. Ну, то есть я, как бы, просто не знаю. Это все равно. В 30 градусах температура 30 градусов. Ну, это от кулера зависит. Если у тебя уже кулер на пределе. Хотя, я думаю, вряд ли ты 30 градусов на пределе. Ну, то есть, сколько у него сейчас запас, просто непонятно. Может быть, у тебя так 30 и будет. Если у тебя большой запас, допустим, на кулера. Если запаса нет, то, ну, сложно сказать. Ну, может значительно повыситься, по-не-каку. 50, наверное. Ну, это, как бы, ну, знаешь, это я просто наобум говорю. Это вообще, как бы, ну. Это настолько сложно понять. Как там продуваемость, это какой кулер, что вообще, как. Ну, как видно. Ну, может быть, мне поближе экран смотреть, чтобы я все-таки видел пиксели. Вот, ну, а как, как это видно было? Где? Просто на удачу прожил. Ничего там не увидишь. Зажимаю, конечно. Ну, я не гарантирую, что я одновременно зажимаю, но какая разница, если я в блок упираюсь тут. Миссия не на удачу. Не, ну, если ты, как бы, затренил, как спидранер, то, может быть, и не на удачу. Но для меня это на удачу. Каким образом это для меня не на удачу? Да блин, блядь. Ну, я не понимаю, как определить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, я ничего не смогу сделать от этой фрис-поу. Просто надо рандомить. Ну, это все, у меня нет идеи, так здесь можно улучшиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обо что я умер, об верхней или об нижней, я что-то даже не понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продвигать полным, так у меня нет времени Ну, не знаю, это надо идеально тогда дойти, только за временем Уже с неприятной целью У меня стол так трясется, блин, неприятно когда у тебя картинка трясется по образованию Да нет, пусть советуют Ммм, ничего такого Так, это уже мое дело определить, применим ли совет ко мне или нет Это я твоим тупой советую Я забыл крыгнуть Первое клипы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надо было такой брыжок вставить, конечно, ужас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это все равно не причина ставить этот крыжок Ну, сожнил бы чем-нибудь еще Падение в конце концепту Ну, я не снимаю о чем-то Ну, я никак это снизу Я не вижу Ну, то есть, может быть, уже в последний момент я вижу Но когда уже вообще поздно, что ли, потерять То есть, как бы, до кадра этот мир Я, конечно, понимаю, что Низка обычно Что я вот и не пролетаю Но Как бы, это уже поздно реагирует ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для меня все прыжки одинаковые Ну, все попытки Я, как бы, ну, начало Начало прыжка Я, как бы, не понимаю А, ну, в смысле Вот я прыгнул И там я прыгнул И потом я прыгнул И как я определить, какие из них правильные Я не вижу никакой разницы Я не то, что не вижу разницы Я не вижу разницы В самом начале прыжка А в середине уже, как бы, поздно Да, в середине я уже не фереден Вот если бы, если бы, если бы, если бы, если бы прям в момент нажатия Я понимал бы, что неправильно Тогда да А когда я вот тут уже лечу Уже поздно, а так бы, очевидно. Вот тут, когда я лечу, уже ничего не поделаешь. Как это не смотришь на арку? Вот это просто пытался смотреть на арку прыжка. Так ноги кида, не видно. Ты серьезный фильм? Я не вижу. Но я пытался, но это не важно, я пытался на руку ориентироваться. Руку видно, левую. А, у меня правда, у меня таймер загораживает половину игры. Сейчас надо в место, где меня не болит. Смотрите. Блин, джетка такая огромная стала. Блин, джетка такая огромная стала. Блин, джетка такая огромная. Играет музыка. Играет музыка. Пчелки покрывают Ну я ноги все равно, конечно, не вижу особо. Ну я как бы представляю. Пытаюсь просто представить, где ноги. Как бы дорисовываю все. Блин, если этот сейф не пройду, то это будет первый стрим без прогресса. Если честно, я не ожидал, что у меня на небе будет стрим без прогресса. И причем я даже в первый раз не так уж долго сидел. А, кстати, у меня уже плюс по сегменту пошел. Красный таймер. Ну я на первом прохождении. Последний прыжок в первый раз и прошел. Поехождение. 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 Все равно я не попал даже с полном Если честно, я на экран не смотрю, когда я падаю Я чувствую себя очень неуверенно в ниде, прям ужасно Ощущение, что прям не умею играть в ниде Но я без всяких курсоров проходил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ужас, вы представляете, да, какое меня наказание ждет на каком сейсе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня уже третий цейк оказывает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он еще был ничего Черт на пятом будет же Может быть, все-таки 150, даже все-таки заруинится тогда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 В смысле, я не использовал баги какие-то, игра не сломала и все хайли. Продолжение следует... Ну, я надеюсь, я еще где-то за час двадцать пройду эту цепь. Ну, тут я ее могу не пройти. Ну, ты понимаешь, да, радар, насколько это ошибся? Да, ты говорил, что я до мстейджа дойду за пять стрима. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну, да. Неприятно. Но проблема тут в основном, как раз на самом деле не в скорости. Ну, не в сегменте, который на скорость вот так-то, да, тупой гейт, его и без времени делаешь, без спешки, да, уже этот прыжок, а потом падение, ну, как бы, ты его начинаешь, да, типа, в спешке, но это не важно именно, это не важно для самого падения, а, как бы, в самом падении ты уже, ну, то есть, как бы, это дело не во времени, да, потому что это просто надо сделать. То есть, самые сложные моменты здесь, без спешки, а то, что тут со спешкой, ну, как бы, да, нужно через инверт потолочный, как бы, прыгнуть на время, но, на самом деле, не такая большая разница. Я трассу. Очень рада. Я трассу. Очень поздно. Почему у меня настолько экстремальные попытки? Почему я даже, даже приблизительно не рядом нажимаю? Это не то, что бы, там, с рейнпертик, это, не смысл, типа, я не выпадаю в нужный кадр, я не выпадаю в нужную секунду нажатия, по-моему. Ну, выглядит так, что я пройду все-таки, да, если так фарм пройдет последних прыжков, плюс-минус, то я, конечно, пройду все-таки сейф. Ну, даже, когда идет, зачастую, доложим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, что все-таки калибровка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, так я еще не умирал. Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь, я этот экран быстро прошел на первом прохождении месяце. Просто смешно. Уже плюс 25 минут, а я на первом сейве эту экран. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, я так и думаю. ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знал, что это один из лучших сейвов в игре. Я не знал, что это один из лучших сейвов в игре. ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин, меня загораживает. Короче, обратно маленькая кошка. Нет, сидим. Ну, не стрима без прогресса. Пока что действующее правило. Этот сейф, ну, мне кажется, я должен пройти всего один этот сейф, по-моему, этот сейф легче, чем третий. Единственное, только, ну, преусловие, что мне подскажут старту на пирамидку, потому что я не помню, а если я буду сам рандомить, то это беда тогда будет. Да, в смысле, я уже проходил по ней, на первом прохождении, все было отлично. Да, в смысле? Да, в смысле? Но .... Не тогда этот сложный сэй Потому что когда я первый раз проходил по лёгкости на пирамидке Но я её не помню Не только помню Бонкаться от края блока? Интересно, может быть. Ну вот, я не помню. Возможно это и есть такая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, значит так и было. Видишь, да, в какой-то строте проходил в первый раз. Ну, значит так и было. А что, здесь можно от семьи? Я думал только вызюмать. У меня слишком деревянные движения. Вот так и было. Такой шип. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Некоторые kiddos Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А я забыл какой олайн для диагонали Вот этой вот, вот этой Вот этот? Я что-то забыл, я помню на спидранов видел, но я забыл Ну на обратном пути Как быстрее на крафт ставить? Ну давай объясни, как быстрее на крафт ставить? Что-то написал, это можно быстрее делать, если не написал как Что-то не сработало Я припал в первую сторону Поют 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 В similar Сминет Поют Поют Ну блин я так устану наполняться к экрану постоянно раздражаются мне не нравится так делать постоянно раздражаются для компании никогда не отдал у меня до улицы я не пользуюсь но они есть в теории не ну могу попробовать так но я как неплохо видно вроде попало так 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 а Продолжение следует... 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 Ой, дропаю. Ой, дропаю. Ой, дропаю. Ой, дропаю. Ой, дропаю. Ой, дропаю. Еще это одно. Ой, дропаю. Ой, дропаю. Ой, дропаю. Жесть, конечно, строка. Черт. Жесть, горе, строка. Да, нападение. Новое. Очень удобно делать. Так. Так. Не стал я мастером. Там уже в этой игре не так много обязательных пятикадров. Не знаю, о чем это вообще. В смысле, одеяло. Че я умер такой. Так. 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 Да, ну их же мало Да, ну их же мало Не, ну, я вроде бы хотя бы более-менее дохожу до второго круга Так что есть шанс, что я в принципе за несколько часов пойду Ну, сегодня вряд ли все Ну, конечно этот ромбик, вот если бы хотя бы я иногда проходил ромбик То были бы наверное фанцы В смысле сразу неправильно А как нифига пройдет ромбик, кто-то думает Ааа, какая разница, там же бесплатный служет Страшно, если ты на лево двигаешь Я никогда не замечал даже Ну теперь, когда ты сказал, то конечно Ну, неплохая попытка Ну, неплохая попытка Ну, по-моему это падение не было таким стабильным Перед первым прохождением Я такое внезапомнил Да ладно, я серьезно не допронил до хобика Стабильный ряд, конечно Я бы уже прошел этот тейф, очевидно Ну, аномалия Ну, сейчас мне нравится как я играю в этот сейф То есть я действительно сейчас чувствую стабильность Как будто всю жизнь не заиграл Этого может быть недостаточно, чтобы пройти тейф Я имею ввиду прямо сейчас Ну, вполне возможно, что я пройду, что он меня не накажет Я же боялся, что меня накажет этот тейф Потому что я за два часа прошел всего лишь всего В прошлый раз Ну, блин, ну второе падение, конечно, сложнее заметно Пол жизни Ну, не, 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 ну этот цех объективно очень сложный Ты посмотри, сколько здесь прыжков Которые могут быть нестабильны Начинает от этого падения Вот эта диагональ, она не такая простая Вот это тупое Это троп-гейт, приземление неловкое Так, это ладно, легко Пятикадровый прыжок Сюда запрыг неловкий Алмаз в каком-то непонятной траектории Опять падение Потом вот эта нижняя диагональ Вот такая довольно, может быть, неприятная Потом тут вообще не помню, какой-то еще там дроп-гейт, типа, да? И последний прыжок какой-то неловкий Ну, по сравнению со всеми предыдущими сейвами Там таких прыжков Два, максимум три за сейв А здесь их, что 15 Так что нет, это объективно сложный Тупой Тупой Извините Неприятно смотреть на такую смерть Да, ну, я понимаю Не, ну если у меня такая будет стабильность на им стейде, ну в целом как бы, тонус мышечной памяти на не будет, да, будем так функционировать. Я, возможно, и не застрянусь, потому что сейчас я явно разыграл, наверное, если бы сейчас я прям на пике не злового скилла, который у меня вообще когда-либо был за все время, лучше я никогда не играл там, чем прямо сейчас. Ну, возможно, что когда я играл в Crimson Middle 3, примерно так же было, наверное. Нет, ну это точно не правда, что в Crimson Middle 3 постоянно просадки, там что-то не идет, где-то застревают, просто фарм какой-то идет. Нет, 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 точно скилл не одинаковый каждый день. Постоянно не в тонусе. Причем, может быть, не в тонусе, даже если я не делаю больших перерывов, то есть и не бывает. Причем, как я стану слишком часто умирать на первом падении, это значит, что я устал и можно выключить. можно без таких смертей умер ну один раз случайный я не могу попасть в этот plane блин, что-то поспешил ну ладно, поспешил надо было лучше покататься да, не стараюсь расплатами играю не, ну устало перечислено сколько я? стоп, я реально только полтора часа играю? и нет так мало ну устало ну устало а м спешил Ну, я по-моему даже стены не коснулся Как там рда рдача был по твоей версии Я уже забыл, там 5 теней по-моему было, вместо было Ну, прошел Да, проблемы с тестом я сейчас выключу Что на следующем стриме, мне надо будет обязательно пройти к этой сейф, разбито А это же давление Попробуем Попробуем Ну, что-то я рано нажал прыжок, жесть, блин, конечно Ну, что, на месте В смысле там еще калитка какая-то же впереди О, все, в окономерах ты встал по ходу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Увидишь С одной стороны у меня как бы развеялось чувство как бы невозможности прохождения до пресет на таких местах как Hades да, то есть вполне такой проходимый, даже с этой клавиатурой и мини-игры да, сапер, музыкальная то есть, ну, в принципе можно такое проходить, но к сожалению наоборот ухудшилось восприятие шестого сейва бэти то есть, хоть я его прошел быстрее, да, в три раза но, как бы я все еще чувствую что это не тот сейв, который можно заплескаться, проходить вот в актуалке и вот что-то руки-то третий сейв ну и руки-то пятый сейв мне казалось, ну все-таки это не то, что можно еще до рупи сложный босс еще до рупи сложный босс и импер сложный босс то есть, их тоже дописают как-то хозяин ну, это пока из тех, которых я проходил во втором прохождении так-то понятно там так минимум еще камилия, но я еще пока не прочувствовал во втором прохождении но я пока не прочувствовал камилия, если же значит первая фаза камилия без чекпоинтов там, где первая фаза, там вторая и третья там уже первая фаза, там самая простая или вообще без смертей проходишь пока парнишь вторую и третью или почти без смертей или почти без смертей ну, типа иногда на бомбах умираешь, но это не важно а так, тут в целом ты постоянно ее проходишь явно, первая фаза это не то, о чем стоит беспокоиться ну, понятно, что надо будет вначале вспомнить паттерн мне просто я, видимо, где-то помню все, не идет короче наигрался, видимо, устал да, короче закончился пятидневный цикл стримов но я не думаю, что я надолго не тропну так что если если вы смотрите сейчас это со мной в прямом эфире то возможно, что следующий стрим будет через несколько дней может быть в понедельник, но не обещаю ну, а если вы смотрите это с записью на ютубе то продолжение буквально прямо сейчас хорошо